to know about the planet we live on, the bodies we inhabit, and the universe we are part of. Прилетают ли инопланетяне на Землю? Есть ли тому реальные доказательства? Скрывают ли власти информацию об НЛО? Я должен это знать. Разве не так? Далее в программе «Критический взгляд». Чужие. Критический взгляд. Пытается ли кто-то или что-то установить с нами контакт? Или мы принимаем желаемое за действительное? Здравствуйте, я Уильям Б. Дэвис. В этой программе мы расскажем о якобы состоявшихся встречах с гостями из космоса. Мы узнаем о похищении людей пришельцами, о сокрытии властями информации, о поисках внеземного разума. В первой части мы рассмотрим историю появления НЛО. Очевидцы полагают, что инопланетяне прилетают на Землю в неопознанных летающих объектах или НЛО. Был ясный вечер. Все небо было в звездах. Мы были на 695-м шоссе. Мы были с отцом и парой моих приятелей. С древнейших времен люди смотрели в ночное небо и задумывались, смотрит ли оттуда кто-нибудь на нас. Объект состоял из четырех частей треугольной формы. Спереди он светился белым, а сзади красным. Мы видели, что объект имел форму бумеранга, и я никогда в жизни ничего подобного не видел. Мы ехали очень медленно, высунувшись в окно автомобиля, пытались разглядеть, что это такое. Кто-то говорит, что инопланетяне не просто наблюдают, а пытаются вступить с нами в контакт. Вот уже целый век со всего света поступает сообщение об НЛО. Почти повсюду люди утверждают, что сами видели в небе инопланетные космические корабли. Много лет назад мы уже привыкли к сообщениям о типичных летающих тарелках. Но в последние годы появилось все больше сообщений о крупных треугольных, овальных и даже прямоугольных объектах. Люди довольно часто говорят о похожих формах конфигурации света, а также отмечают, что довольно часто объекты издают похожие звуки. Более чем за 40 лет, накопившихся свидетельств об НЛО и паранормальных явлениях, Стэн слышал довольно необычные истории. Стоял ясный вечер, моя собака вышла на улицу. Прежде всего мы получаем сообщения от абсолютно разных людей. За эти годы мы разговаривали с детьми, медсестрами, фермерами, врачами, диспетчерами полетов, патрульными, военными, гражданскими пилотами. И все они наблюдали НЛО. Идея НЛО появилась в американской культуре в 1947 году, после того, как один пилот сообщил, что наблюдает 9 кораблей в форме тарелки над горой Рейнер у Сиэтла, штат Вашингтон. Упоминание летчика о крутящихся дисках в небе быстро превратилось в выражение «летающая тарелка». Думаю, что касается НЛО, прежде всего нужно обратить внимание на то, что мы видим современную мифологию. На наших глазах развивается современный вариант мифологии с технологическим уклоном. И мы начинаем воспринимать все необычное в небе, как связанное с этой мифологией. За последние десятилетия мы видели и слышали бесчисленное количество сообщений о неопознанных летающих объектах. Должны ли мы допускать, что это инопланетные космические корабли? Критики расценивают реальное происхождение НЛО как культурное. Современные технологии и конфликты 20 века породили страх перед тоталитарным завоеванием и разрушительными силами. Страх, повлиявший на кино и телевидение, что в свою очередь затронуло массы. Ученые утверждают, что эти образы предшествовали сообщениям о появлениях НЛО. Свидетельство об НЛО – это казуистика. Так всегда и было в истории. Так что следует ответить для себя на один очень сложный вопрос. Верите ли вы этим людям? И верите ли вы, что они точно описывают то, что видели на самом деле? Интересный случай. Таинственные огни, зависшие под Фениксом, штат Аризона, в 1997 году. Огни Феникса, которых видели сотни людей, возможно, самый известный случай появления НЛО. Но были ли это неопознанные летающие объекты? Государственные исследователи пришли к выводу, что огни Феникса были военными сигнальными ракетами, выпущенными над соседней авиабазой. Сигнальные ракеты на парашютах были выпущены с очень большой высоты, они висели в воздухе довольно долго. И даже с высоты в 3000 метров могли освещать Землю почти как днем. В ходе следствия были проанализированы видеокассеты, снятые очевидцами. Странные огни, казалось, исчезали по одному за горным хребтом. Что же касается очевидцев, довольно явно были видны сигнальные ракеты и строй самолетов. Конец первой части. Критический взгляд. Часть вторая. Современные технические инноваторы черпают вдохновение во вчерашней научной фантастике. И совершенствуя методику, надеются вскоре сделать возможными межзвездные перелеты. Кроме того, специалист по исследованию НЛО Джордж Рейнольдс надеется при помощи простого приспособления показать, что инопланетяне посещают Землю. Я держу два уровня магнитометра, которые ищут остаточную энергию. Любые формы остаточной энергии. А это анимометр. И находясь на месте, я могу измерить скорость ветра. Маленькая капелька поднимается и показывает, с какой скоростью дует ветер. Кроме того, мне нужны всевозможные рулетки, чтобы измерять территорию. Нужно измерить местность, о которой идет речь. Рейнольдс утверждает, что знает об НЛО не понаслышке. Он утверждает, что дважды в собственном дворе видел не что иное, как космический корабль. Мы встречались с приятелем, а затем он подвез меня домой. Я вышел из машины и направился к дому. Как вдруг он начал кричать, «Джордж, Джордж, смотри!» Я посмотрел туда, куда он указывал, и заметил, что прямо над землей, на уровне дома или верхушек деревьев, висел какой-то объект. Мы с благоговением смотрели на этот предмет, а он двинулся прямо на нас абсолютно бесшумно. Мы повернулись и увидели, как он пролетел у нас над головами на расстоянии не больше метра. И затем он скрылся в облаках. Лично опыт убедил его, что НЛО не выдумка. Я уверен, что НЛО существует, что это реальные объекты. А не какая-то мечта или страшный сон. Действительно, может быть, инопланетяне существуют, но это не значит, что они прилетали на Землю. Причина в физике. Теория относительности Альберт Эйнштейн доказал, что предметы не могут достигать скорости света. Ученые согласны, что для того, чтобы межзвездные перелеты стали возможны, необходимо будет перемещаться со скоростью, выходящей за рамки нашего понимания. Или придется быть очень терпеливыми. Скажем, вы находитесь на расстоянии в 500 световых лет. Это значит, что вам потребовалось 500 лет, чтобы добраться туда, и нужно еще 500, чтобы вернуться домой. Это слишком долго. И если же лететь все быстрее и быстрее, то количество необходимой энергии возрастет. И если космический корабль очень большой, то для движения корабля потребуется несметное количество энергии, сопоставимое с энергией, вырабатываемой звездой. Так что, если вы отправитесь в межзвездный космический перелет, вам могут потребоваться сотни, если не тысячи лет. Не отрицая возможности существования НЛО, Стэн Гордон признает, что во многих сообщениях отсутствует научная основа. Привет, Стэн. Привет, рад тебя видеть. В большинстве случаев сообщения об НЛО или иных аномалиях при должном расследовании оказывалось, что высокий процент их был природного или искусственного происхождения. Мы видели свет на холме. Поработав над тысячей случаями, видя вторичные физические доказательства, год за годом получая непротиворечивые данные от самых разных людей, могу сказать вам, что мы имеем дело с явлением, заслуживающим серьезного научного исследования. Он пролетел, затем исчез. Ни звука, ничего, просто исчез. Неопознанные летающие объекты определенно существуют, но вывод или утверждение, что это космические корабли, довольно категоричен и экстраординарен, и, безусловно, требует соответствующих доказательств. Интересно заметить, что одна группа людей не часто видит в небесах НЛО, астрономы. Ни профессионалы, ни любители астрономы практически никогда не сообщали об НЛО, потому что они знают, на что смотрят. Кто угодно может выйти, посмотреть ночное небо на какой-то объект, и в зависимости от фантазии люди могут видеть разное. Конечно, речь не идет о различных оптических явлениях, которые могут происходить. Температурные инверсии, от которых и вид в глазах, и кажется, что предметы движутся. Хотя на самом деле это не так. В этом нет ничего научного. Нет доказательств, которые выдержали бы проверку временем, и оказалось бы, что они реальны. Верю ли я в инопланетян? Я верю в инопланетян. Верю ли я, что они существуют? Конечно, они существуют. Я не верю в НЛО. Пока не увижу своими глазами. Я никогда ничего такого не видел. Верю ли я, что они здесь? Другой вопрос. В феномене НЛО важную роль играет любознательность. Возможность того, что инопланетные формы жизни посещают Землю, будоражит воображение. Но кое-кто в сообществе уфологов утверждает, что чужие не просто прилетают к нам. Билл Бинн, увлеченный фотограф, провел долгие часы, выслеживая НЛО. Билл утверждает, что помимо визуальных наблюдений, он имел опыт близких контактов разного рода. 23 июля 1996 года я не мог заснуть, и я знал, что что-то не так. Это произошло около 4 утра. Я посмотрел вниз на ножку кровати и увидел невероятное свечение. Билл утверждает, что у его кровати находился инопланетянин, ростом почти в 2 метра, с длинными руками и головой богомола. Я ясно помню, что существо подняло левую руку и схватило меня за правую лодыжку. Я чувствовал холод в руке этого существа. Возникло ощущение, что я парализован. Я не мог двигаться. В средние века людям являлись злые демоны и приковывали их к постели. Снова паралич. В викторианскую эпоху к постели тихо подбирались серые привидения. И в наши дни, когда существует мифология об инопланетянах, нас посещают пришельцы. Джонни Килл уже 30 лет изучает случаи с пришельцами. У него есть свое объяснение таким случаем, какой произошел с Биллом Бином. На самом деле, модель пришельца у кровати почти точно изображает хорошо известный психологический феномен под названием сон наяву. Это популярное выражение, научно-гипнопомпические галлюцинации. Например, при сомнобулизме тело просыпается, мозг спит. Так и в состоянии сна наяву тело кажется парализованным и не способным двигаться, потому что оно еще спит, тогда как человек уже проснулся. Несмотря на научное объяснение, Билл Бин по-прежнему отстаивает свои впечатления. Я это испытал. Я чувствовал холод руки, и меня охватило ощущение ужаса и беспомощности. Истории об общении человека и инопланетянина возникли в середине 20 века с появлением контактеров. Людей, утверждавших, что они телепатически общались с собратьями из космоса. С тех пор, по мнению скептиков, у контактеров и других людей сложился образ пришельца. Люди склонны видеть типичного шаблонного инопланетянина. Это продукт своего рода эволюции. Никел придумал временную шкалу, чтобы продемонстрировать, как изменялись описания пришельцев. Это и маленькие зеленые человечки, волосатые карлики, прекрасные существа с Венеры. Есть здесь роботы, сгуски, исполинские фигуры, насекомоподобные существа, инсектоиды и так далее. То есть, если, например, попросить человека представьте себе инопланетянина, и он это сделает, при этом у разных людей будут возникать разные идеи. Мы видим, как изменяются образы. Мы небезосновательно считаем, что многие из них выдумка или фантазия, поэтому можем расценивать их как своеобразную модель. Многие годы исследователи просто пытались постичь этот вопрос. Они собирали сообщения о появлениях НЛО, что было равносильно попытке вычислить номерной знак автомобиля, уехавшего с места преступления, не имея информации, что это было за преступление. ЗААЗ заинтересовался, каково же было преступление. Бат Хопкинс расследовал свое первое дело о похищении в конце 60-х. Ежегодно Хопкинс допрашивает множество людей. Он вовлекает их в диалог, чтобы разобраться в кошмарах, странных воспоминаниях и пропавших отрезках времени. Рядом было нечто, показавшееся мне женской фигурой, может быть, гибрид, с тонкими волосами. У людей, рассказывающих подобные истории, возможно, есть затаенная потребность стать частью события, которая интересна, популярна и широко освещается в средствах массовой информации по всему миру. Они не ищут внимания, по существу с этими событиями связан определенный стыд. Основываясь на проведенных исследованиях, Хопкинс замечает удивительные совпадения в сообщениях о похищениях. Человека поднимает в НЛО нечто вроде луча света. Иногда люди просто заходят в аппарат. Я шел вдоль ручья в лесу, как вдруг появился луч белого света. Попал мне в грудь и заморозил меня. Человека забирают вовнутрь. При этом он находится в измененном состоянии, его как-то успокаивают. Обычно невозможно двигаться. И чаще всего человек оказывается на своеобразном столе в хорошо освещенной комнате. Опасность восстановления вытесненных из сознания воспоминаний состоит в том, что в процессе велика вероятность породить фантазии. И даже если в них есть доля реальности, то правда и фантазии будут настолько перемешаны, что никто не сможет отделить их. С людей снимают одежду и кладут их на стол. Происходит определенная серия часто повторяемых физических процедур. Иногда можно увидеть существ, которые копошатся рядом с вами. Нет ощущения, что они сознательно причиняют вред. Мне показалось, что они работали, а я был своего рода добровольным представителем человеческой расы для достижения лучшего развития цивилизации. На теле Хопкинса есть странные шрамы, надрезы и проколы, которые, как он считает, были оставлены инопланетянами-похитителями. Шрамы на теле необъяснимы. Почему это все время происходит со мной? Случается ли подобное с другими? На теле человека появляется небольшая царапина, а он не знает, откуда она. Но непонятно, почему сразу инопланетяне. Это довольно прометчивое утверждение. Если говорить о надрезах и шрамах, сам вопрос противоречит утверждению, что все эти случаи похожи. На самом деле есть множество довольно разных деталей, каждый из которых следует дать объяснение для поборников теории, если они постараются как-то подвести их к мифологии. Продолжаются исследования таких сообщений равно как и физических доказательств. Именно они привели Бада Хопкинса к собственным поразительным выводам. Эти случаи начинаются в детстве. Инопланетяне подбирают человека возможные соображения генетики, то есть по соответствию к генетической структуре. Вполне вероятно, что человека впервые похищают еще в младенческом возрасте, а затем снова и снова, как будто он невольно становится опытным образцом в чьих-то долгосрочных исследованиях. Феномен похищения главным образом направлен на репродукцию и имеет отношение к производству детей-гибридов. Как и Хопкинс, Якобс общался с сотнями так называемых очевидцев. При помощи регрессивного гипноза, техники, которую не вполне признает ученый сообщества, он восстанавливает в памяти людей возможные случаи похищения. Можно заставить некоторых людей, в особенности одаренных богатым воображением, податливых, расслабиться, активнее выражать эмоции, охотнее играть роли, и так далее. Под гипнозом похищены утверждают, что инопланетяне забирают человеческую сперму, яйцеклетки, чтобы произвести искусственное оплодотворение. Люди помещают на стол, а затем многократно проводят на них репродуктивные процедуры. Во многих случаях мужчинам и женщинам показывают младенцев, которые похожи на поместь человека с инопланетянином. Говорят, они похожи на гибридов, именно так мы их называем. Кроме того, инопланетяне, кажется, очень интересуются физиологией людей, не столько в политическом, экономическом или культурном плане, сколько в определенной мере в плане семейной жизни. Кто-то может вспомнить, что он был Наполеоном или Клеопатрой, и рассказывать детальные красочные истории, в которых не сильны другие люди. Рассказы могут быть очень подробными. Точно так же они могут вспомнить, что их похищали инопланетяне и забирали в свой космический корабль. Целью может быть какая-то программа по интеграции в сообщество. Проблема в том, что эти существа не слишком откровенны о своих планах. Мы должны понять, что такой гипноз — желтая дорога в страну фантазий. Определенные люди, в особенности склонные к фантазиям, легко поддаются гипнозу, и под гипнозом могут делать просто невероятные вещи. Что касается истории о похищении людей инопланетянами, то они становятся все более доскональными. Они становятся настолько подробными, что, как мне кажется, обрушиваются под собственным весом и становятся научной фантастикой не очень хорошего качества, доведенной до крайностей. Вот почему, когда меня просят посоветовать что-нибудь тем, кого похищали, я говорю, просто постарайтесь быть скептиками, потому что инопланетяне не похищают скептиков. Похищение инопланетянами? Лично я верю, что людей могут похищать. Я не верю в похищение. Возможно, людям это приснилось. Возможно, люди полагают, что их похищали. Они все видели одно и то же. Те, кто утверждают, что видели нечто подобное, не заслуживают доверия. Утверждения похищения инопланетянами могут быть очень увлекательными. Но я думаю, что для того, чтобы доказать, что такое явление существует, нам нужно нечто большее, чем шрамы на теле и подробные рассказы. Конец второй части. Критический взгляд. Часть третья. Розуэлл, Нью-Мексико. Священная Земля для энтузиастов-уфологов. Говорят, что здесь нашли обломки разбившегося инопланетного космического корабля. И тут же добавляют, что именно здесь правительство США начало скрывать информацию. Специалист по военной разведке в отставке Клиффорд Стоун считает Розуэллскую историю частью Большого заговора, который он исследовал много лет. Доказательство существования НЛО, межпланетного космического корабля, доказательство, что мы обнаружили тела, доказательство, что мы вступали в контакт с несколькими разными видами, есть где-то в особо секретных документах правительства США. Неопровержимые улики существуют. Проблема в том, чтобы попытаться найти оформленный результат разведданных. В 1947 году, недалеко от Розуэлла, хозяин ранчо нашел странные обломки. Как считает Клиффорд Стоун, неземного происхождения. Он нашел фрагменты, похожие на дерево, но которые невозможно было ни разрезать, ни сжечь. Другие обломки были похожи на алюминиевую фольгу, но если попытаться свернуть их и смять, то как только вы отпустите руку, они тут же развернутся буквально за секунды, не оставив и следа заминов. Военно-воздушные силы отправили специальные отряды, чтобы собрать таинственный материал для дальнейшего изучения. Местная пресса взахлеб рассказывала эту историю, порождая легенду об НЛО. Многие полагают, что миф возник из ошибки военных. Офицер по связям с общественностью допустил, возможно, один из грубейших просчетов истории военно-воздушных сил. Он решил опубликовать пресс-релиз, где говорилось, что военно-воздушные силы США обнаружили разбившийся летающий диск. И это попало в прессу. Джеймс МакГаха, офицер военно-воздушных сил в отставке, внимательно следил за случаем в Розуэле. Он относит возникновение проблемы к тому дню, когда обломки попали на аэродром. Кто-то из Форт-Уорс-Стар-Телеграм фотографировал, когда в комнату вошел офицер. Он посмотрел на обломки и с любопытством поинтересовался, что это такое. И ему ответили, что это летающая тарелка, на что офицер рассмеялся, потому что знал, что это на самом деле. Тогда военные заявили, что это обломки метеорологического баллона. Спустя несколько лет баллоны признали орудием холодной войны. Под программой с кодовым названием МАГУЛ они перевозили приспособления для отслеживания ядерных испытаний русских. Это было сложное соединение вертикально связанных баллонов, приспособления и интересных приборов, так называемых отражателей радиоволн, сделанных из пробковой древесины и фольги, предназначенных для отражения радиосигналов, чтобы их можно было отследить. Исследователь НЛО Клиффорд Стоун утверждает, что история о баллонах выдумка. Эти люди видели баллоны и раньше. Неважно, зачем они сцепили 20 метеорологических баллонов вместе и отпустили их с отражателями радиоволн, люди с готовностью определят тот материал как остатки метеорологического баллона и отражатели радиоволн. Стоун утверждает, что помимо обломков военные обнаружили трупы инопланетян по описанию обладающих небольшими человекоподобными телами и огромными черепами. Якобы эти образцы были тут же убраны и исследованы военными врачами. За годы эти рассказы приобрели силу мифа. Следует обратить внимание, что случай в Розуэлле даже среди людей верящих в НЛО не был достаточно известен пока в 1980-х о нем не было написано несколько книг. В то время не было никаких упоминаний об инопланетянах или мертвых пришельцах или о чем-нибудь еще. Все эти истории появились спустя 30 лет. Нет никаких доказательств того, что в 1947-м году было что-то еще помимо каких-то обломков и неудачного пресс-релиза. попавшего в газеты. Из-за случая в Розуэлле и подобных эпизодов Пентагон постарался разрешить полемику по проблеме НЛО. Военно-воздушные силы начали расследование под кодовым названием «Синяя книга проектов» с подтекстом «Холодной войны». Целью и задачей было расследовать феномен, который, возможно, имел враждебный умысел по отношению к США. Перед военно-воздушными силами не стоят научные задачи. Их работа защищает Соединенные Штаты. Для обеспечения национальной безопасности Пентагон начал изучать сообщения о появлениях НЛО по всей стране. было высказано предположение, что эти люди видели что-то реальное, технологически сложное, что лучше определить, что же это было и кому принадлежало, нам или это была какая-то техника Советского Союза, потому что все это происходило во время начала Холодной войны. После 20 лет сбора данных и записи свидетельств очевидцев «Синяя книга проектов» опубликовала свои выводы. Мы смогли найти удовлетворительное объяснение основной массе случаев. Часть из них были обманом, другие своими самолетами, по ошибке принятыми за что-то другое, третьи объяснялись метеорологическими или электронными явлениями, либо аберрацией света. Официальная позиция правительства Соединенных Штатов относительно неопознанных летающих объектов такова, что мы больше не занимаемся исследованием сообщений об НЛО. Однако это не означает, что они не существуют. НЛО существует, и военно-воздушные силы об этом знали. Некоторые расценили это как утаивание информации, проводимое правительством Соединенных Штатов. Документы, опубликованные правительством США, подтверждали, что неопознанные летающие объекты определенно существуют. Это реальность, потому что пилоты военно-воздушных сил и других стран сообщали о неопознанных объектах в небе, что до сих пор, спустя 30 лет, невозможно объяснить. За все годы, что я провел в военно-воздушных силах, у меня не было инструкции по идентификации НЛО. Было множество инструкций, как распознавать советские самолеты и корабли и тому подобное. Проблема в том, что летчики, как по крайней мере показали некоторые исследования, значительно хуже описывают что-то для них незнакомое, чем обычные люди. Джон Гринволд начал собирать военную документацию по НЛО еще в подростковом возрасте. Накопленный им архив состоит из более 100 тысяч страниц. Это на 100% подлинная информация, связанная с НЛО. Ничто не отрицает их существование. И даже то, что данные секретные, не опровергают этого. А тот факт, что информация об НЛО до сих пор засекречена, еще раз доказывает, что что-то здесь нечисто. Согласно Гринволду, Соединенные Штаты никогда не прекращали исследования НЛО. Позиция правительства обеспечивания информации в известном смысле очень результативна. Во-первых, потому что до настоящего дня мы не знаем правды. Нам дают выморанные документы, нам рассказывают выдуманные истории. Все, что нам подбрасывает, далеко от правды. Мы не можем им верить. Факты просто не сходятся. Критики утверждают, что эти документы спорны и неубедительны. Люди, верящие в НЛО, не имеют четкого представления о том, что говорится в этих правительственных документах. Они сильно преувеличивают идею, что правительство утаивает информацию. Наука постоянно совершает невероятные открытия, которых неизбежно сообщают в течение нескольких дней, недель или месяцев. Они стали частью научной литературы. Они развивают науку, поэтому мысли, что над всем этим есть какая-то завица тайны, как мне кажется, не имеют под собой логического основания. Нет доводов против, которые устроили бы убежденного человека, потому что неважно, что ты говоришь, ты втянут в заговор. Очень трудно хранить секреты, а тем более такие, о которых довольно давно знает много людей. Правительство любит играть в игры. Я не могу сдаться, потому что именно этого они и хотят. Они хотят победить в этом заговоре. А для этого им нужно, чтобы исследователи разочаровались, сдались, занялись чем-то другим. Я всегда буду рваться вперед, пока хватит сил. Поверьте мне, если бы было хоть какое-то научное подтверждение, ученое сообщество в этом участвовало бы. Не было бы ничего более великого в науке, чем обнаружить НЛО и вступить в контакт с представителем другой цивилизации. Нет ни одного ученого в мире, который бы этого не хотел. Как человек, работающий в правительстве, могу сказать, что не думаю, чтобы правительство что-то скрывало. Не думаю, что они прячут пришельцев. Полагаю, что правительство скрывает информацию. Если бы правительство что-то знало, оно бы точно это скрывало. Нет, не думаю, что правительство имеет какое-то отношение к инопланетянам. Официально правительство США прекратило все расследования по НЛО. Представители военно-воздушных сил говорят, что подобные сообщения следует передавать местным властям. В одном и может быть уверены, теории о заговоре продолжают жить. Будущее. Бесконечно. Случайно. Неизвестно. Многие уфологи видят в нашем будущем инопланетян, тогда как другие полагают, что их прибытие может предвещать гибель человечества. Один из величайших вопросов относительно НЛО и похищений в том, почему они не приземляются на лужайку у Белого дома и не скажут «Отвините меня к вашему лидеру». Почему они скрываются? Специалист по похищениям Дэвид Джекобс считает появление пришельцев дурным предзнаменованием. Он уверен, что они могут захватить власть, создавая гибриды получеловека, полуинопланетянина. Все, кого похищали, обращают внимание на то, что если это интеграционная программа, в конечном итоге мы станем гражданами второго орта, потому что инопланетяне смогут контролировать нас, а мы их нет. Было бы великолепно, если бы мы могли доказать, что это правда, но несмотря на всевозможные исследования, проводимые все эти годы, вот уже 50 лет, здесь нет ничего научного. Нет доказательств, которые выдержали бы проверку временем. Кто-то утверждает, что он находится в контакте с инопланетянами. Они верят, что пришельцы не уничтожат человечество, а спасут его. Члены организации Юнариус, расположенные в Сан-Диего, Калифорнии, утверждают, что регулярно общаются с инопланетянами. По их мнению, тайна сокрыта в каждом из нас. Реальность состоит в том, что каждый из нас общается с другими людьми, другими существами на этой планете, а также с другими людьми на других планетах. Это лишь вопрос развития личности. Юнариус выступает за глобальное, четкое, межпространственное понимание науки. Члены этой группы говорят, что все люди способны на безграничное мышление и межзвездные путешествия. Физическое тело лишь верхушка айсберга. Мы, как человеческие существа, обладаем гораздо большим. Все мы жили на этой планете много раз и многократно воплощались в разных сообществах. Считается, что процесс возвращения — школа жизни в нашем мире, который каждый из нас пытается стать лучше. Основательницей Юнариуса была Рюф Норман. Последователи видели в ней яркого лидера с аурой неземных знаний. Члены группы полагают, что Норман могла общаться с инопланетянами, сказавшими, что однажды они просветят Землю. Норман назвала этих существ муионами. Муионы — развитые разумные космические существа с планеты Майтан. Юнариус вступил в мысленный контакт посредством ясновидения, посредством телепатии. Кеннеди уверяет, что муионы обращались с Земля на много лет, пытаясь просветить нас и ускорить процесс эволюции. Здесь мы видим полурелигиозный феномен. Вероятно, он имеет очень незначительное отношение к науке, равно как и к физической реальности. Но уж, конечно, он связан с человеческими надеждами, страхами и желаниями. Кенн Фрэжер ссылается на другую организацию, утверждающую, что инопланетяне спасут ее членов. Они назвали себя неместными вратами. Чтобы перейти на следующий уровень, последователи группы совершили массовое самоубийство. Организации верящих в НЛО, так же, как религиозные секты, могут навредить попавшим в них людям не только в таких случаях, как мы видели с небесными вратами, но и отдельным людям, настолько вовлеченными в это, что они могут долгое время найти себя в реальной жизни. В небесных вратах у последователей был духовный лидер, указывавший им, что думать, что одевать, что есть, на ком жениться, чем заниматься. Все эти вопросы контролировались главой секты. В Юнариусе все иначе. Юнариус учит, что каждый из нас должен уметь думать, мы должны научиться использовать собственный разум, а не полагаться на других, кто будет указывать, что делать. Юнариус утверждал, что Муёны прилетят в 2001 году. Этот срок прошел. И, несмотря на это, Кеннеди и другие члены группы верят, что их космические собратья поймут, когда наступит подходящий момент, чтобы прибыть и спасти человечество. Кому было бы неинтересно доказать контакт с неземными цивилизациями? Мы знаем удивительные и прекрасные истории, но у нас нет там убедительных доказательств. Наука основывается не на количестве данных, а на их качестве. Нам нужны какие-то реальные подтверждения. Кто-то считает, что появление существ далеких планет погубит человеческую расу. Другие полагают, что прилет инопланетян станет нашим спасением и готовится к великому событию. Некоторые ученые делают все возможное, чтобы начать общение. Стоит ли нам ожидать гостей? Конец третьей части. Критический взгляд. Часть четвертая. Ученые давно поговорят о существовании во Вселенной другой разумной жизни. Можем ли мы установить контакт с инопланетянами? Многие считают, что этого никогда не произойдет. Но одна ученая посвятила свою жизнь тому, чтобы проверить это. Джилл Тартер возглавляет исследовательское отделение университета Сетия. Она стала прототипом Элли Эруэй из повести Карла Сагана о контакте с инопланетянами. Тартер с коллегами за дню в день работают в поисках каких-нибудь признаков инопланетного разума. Но она проводит различия между своей работой и действиями уфологов. Мне представляется абсолютно невероятным предположение, что какие-то виды совершили перелет на огромные расстояния между звездами и прибыли таким образом, чтобы не было физических подтверждений их появлению. Мы должны всегда помнить, что нет никаких доказательств этой чудесной выдумки. Чтобы поверить в это необходимое весомое подтверждение, сравнимое по значимости с самим невероятным утверждением. Институт сети занимается изучением аномалий, необычных комбинаций в радио- и электромагнитных данных из космоса. Если на других планетах существуют другие цивилизации, утверждают ученые, среди этих данных могут обнаружиться их попытки вступить в контакт. Многие нас спрашивают, зачем мы слушаем радиосигналы? То есть, почему мы не используем более совершенные технологии? На самом деле, радиосигналы довольно сложны. В кино, конечно, гораздо интереснее построить ракеты-носители и отправиться в космос. Но, знаете ли, можно послать звездам радиосообщения с затратами электричества примерно по доллару за слово. То есть, можно послать короткий рассказ за несколько сот, несколько тысяч долларов. В сравнении со стоимостью постройки ракеты-носителей и отправки его к ближайшей звезде, это слишком дорого и трудновыполнимо, поэтому радио имеет смысл. Это недорогой способ. Радиоволны достигают скорости света и, как оказалось, проходят сквозь межзвездный газ и пыль. Мы это знаем, узнают и инопланетяне. Может быть, мы упускаем что-то важное с точки зрения физики, это всегда возможно. Но я думаю, радиосветовые волны это способ просылать биты и байты информации по всей Вселенной. Мы очень отстаем в технологическом плане. Без сомнений, у нас самые неразвитые технологии в галактике, которым всего-то около ста лет, а нашей галактике сто миллиардов лет. И любые внеземные технологии, которые мы можем обнаружить, будут более совершенными, чем наши. Поэтому мы используем себя как наименьший общий знаменатель. При помощи мощных радаров и спутниковых ресерверов Тартер прослушивает Вселенную на предмет в случайных звуках радиопомех и частот. Ее наблюдения довольно специфичны. мы ищем сигналы, намеренные или случайно идущие из других далеких планет. Мы называем это поиском инопланетного разума, а не общением с ним. Прежде всего, необходимо найти причины верить, что существует возможность найти зашифрованную информацию. Поэтому нужно ловить зуммер. Если бы вы хотели узнать, была ли разумная жизнь на Земле, нужно было бы настроить радиоприемник или телевизор и поймать, я люблю Люси или мистер Эд или что-то в этом роде. Однако это сработало бы только если бы вы находились относительно недалеко, потому что наши самые ранние мощные сигналы сейчас всего в 40-50 световых годах от Земли. То есть нужно находиться в этих пределах. Но можно обнаружить жизнь на Земле и с другой стороны галактики, если обладать достаточно большим телескопом. И хотя отделение Института Сети пока не нашло подтверждения инопланетных радиопередач, ученые сообщества поддерживают его работу. Думаю, очень интересно и важно с научной точки зрения, что мы пытаемся получить доказательства существования инопланетных цивилизаций посредством их радиоизлучения, если таковые существуют. Мы занимались этим довольно долго и пока безуспешно, так как не получили никаких убедительных данных. Но, думаю, исследование нужно продолжать. Когда мы услышим инопланетные радиосигналы? Конечно, мы не знаем. И все, кто утверждает обратное, тоже не знают, потому что это невозможно узнать. Это как спросить у Христофора Колумба, находящегося в двух днях от Испании. Видел ли он недавно какие-нибудь континенты? Ответ был бы нет. Сегодня вокруг вода и вчера вода. И, кстати говоря, позавчера тоже вокруг была одна вода. А если спросить, когда он найдет что-нибудь, он не знает, и мы тоже не знаем. На самом деле, такой контакт может никогда не произойти. Мы не знаем ответа на вопрос, одни ли мы во Вселенной. Ответ может быть отрицательным, а может быть они так далеко, что будет очень трудно когда-нибудь найти доказательства их существования. Некоторым людям трудно представить, что где-то еще может быть разумная жизнь, но, с другой стороны, мы всего лишь одна из триллиона звезд нашей галактики. Кроме того, существует еще миллиард других галактик. То есть, во Вселенной больше звезд, чем песчинок на всех пляжах Земли. Представьте, что есть одна песчинка, где происходит что-то интересное, где течет жизнь, разумная жизнь. Настолько невероятно, что мы такие особенные, что астроном относится к этой мысли с опаской. Трудно высчитать вероятность обнаружить что-то, но если мы не будем искать, то шансы на успех равны нулю. Может быть, это и угрозы, кто знает. Думаем, есть чем заняться, кроме как тревожить нас. Вполне вероятно, что это может быть угроза. Не думаю, что нам стоит бояться инопланетян. Вряд ли мы что-нибудь увидим. Если бы инопланетяне прилетели к нам прямо сейчас, они, наверное, разрушали бы дома. Энтузиасты утверждают, что контактируют с пришельцами. Мне это кажется общим представлением об инопланетянах. И хотя сообщения о пришельцах с других планет потрясают воображение, проведенные исследования не нашли уберительных доказательств существования космических кораблей, похищения инопланетянами или сокрытия информации о контактах с пришельцами. Мы можем верить в это или нет, но науке требуются реальные доказательства. Скоро мы вновь посмотрим на необычные явления с научного ракурса. С вами была программа Критический взгляд и я, William B. Davis. Субтитры создавал DimaTorzok